Я нахожусь По сути у себя на террасе В отеле, в номере Позади у меня бассейн Нахожусь я в пятизвездочном отеле Он называется Робинсон И вообще я на Пхукете Точнее я прилетел на Пхукет А это уже как бы вот прям рядышком С Пхукетом мы переехали на материк Как я смотрел по рейтингам По отзывам Плюс то, что мне говорили гиды Вот этот отель считается одним из лучших здесь Я прилетал по туру Ну как бы все включено Место в котором я остаюсь Мне очень понравилось И оно очень хорошо подходит для семейного отдыха Отдыха с детьми Там уединенный такой вот Для пар может подойти Если вы не хотите Тусовочных, да, вот этих вот мест Если вы хотите просто отдохнуть Ну и то как бы здесь все равно Есть какие-то там танцули на территории А вообще место спокойное, классное Именно как бы для отдыха И все равно здесь как бы тоже, да Можно взять там такси Местное или в отеле И поехать куда-то за территорию Море классное Пляж классный Пляж просто как бы огромный Я бегал до конца пляжа Я не добежал Километров 10 это точно Если там от одного до другого конца Это 100% Ну единственное там кое-где есть камни Через которые надо перелезть Ну и плюс по пляжу идут всякие там Рассеянные кафушки Магазинчики Ну как лавочки, да Будем их называть так И море, да Море классное, теплое, супер По чистоте я замечал такой момент Что, например, у нас вдоль пляжа Немножко мутновато Буквально там на километр отойдешь А там уже вода чище То есть все такая как бы прозрачненькая Голубенькая Офигенный песок Офигенное море То есть мне все нравится Питание здесь в гостинице Четырехразовое Что такое четырехразовое? Завтрак идет После завтрака идет Поздний завтрак Потом идет обед И потом идет ужин Значит, получается Завтрак до десяти утра А потом сразу же с десяти до одиннадцати Начинается поздний завтрак С двенадцати и тридцати до двух тридцати обед А потом с семи тридцати до девяти тридцати ужин ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и теперь давайте покажу вам свой номер Сразу же скажу, что у меня Фэмили сьют Это достаточно большой номер Девяносто квадратов И расположен он на первом этаже Здесь у меня, получается, три этажа То есть, может быть, на втором, на третьем Ванна такая И душ И ванна есть Дальше спальня Одна кровать здоровая Куча подушек Плюс еще вот эта вот кровать есть Здесь закрывается И здесь сразу же идет вторая комната Вот Вторая точно такая же ванна, как и в первом случае И вот так вы открываете Здесь все это дело И сразу же выходите Вот здесь столик есть Такой И там тоже столик И здесь вы вышли, ребята Здесь играет вот дети Там Всякие теннисы Настольные Футбол, бильярд И вы вышли по травке И сразу же можете Нырнуть В бассейн Что я и делаю Регулярно Здесь вот такой бассейн получается По кругу проходит Здесь горки детские И туда вот он уходит Дальше И там дальше у меня Уже океан Здесь типа есть свой Мини зоопарк Видели Игуану Здесь Я лягушку видел И крабиков видел Маленьких на пляже Маленьких на пляже Пляж здесь реально, ребята Бесконечный То есть если вы хотите Бегать по утру Или гулять Вообще просто Без проблем Температура реально То есть ночью где-то 26 градусов Днем Ну до 35 Может подниматься В основном где-то 32 33 Вот и вообще Получается такой вот Конец января Начало февраля Март Здесь сезон Дождей вот пока Нет У нас вообще Солнце Исключительно Погода классная Море классное То есть полностью Тепло Заходить очень комфортно В воду У меня отель здесь По системе Все включено И ничего не выключено Я честно Первый раз в жизни Взял вот такой себе Отпуск Где все включено Обычно я еду В гостиницу Там на ходу Где-то что-то снимаю Все включено И там и массажи И спортзал И в гостинице все есть И всякие там Пилатесы И всякие детские там Комнаты То есть можно сдать Ребенка Только в определенном возрасте То есть слишком маленьких Там нужно бейбиситтеров В отеле К примеру Если вы там хотите Тайский массаж Все эти дела Это все значительно дороже Чем у селяний Скажем так У местных жителей А где их искать? На такси на самом деле Даже выезжать не стоит Вот по пляжу Вы просто выходите Со своей территории отеля И идете вдоль пляжа И по пляжу Прям начинается Куча Куча Всяких Вот этих вот местных Массажных кабинетов Скажем так Они прям вдоль пляжа Стоят Массажные кабинеты Какие-то Мини Вот это вот Рыночки Ихние палатки Вот это Где они продают Свою фигню Ресторанчики С местной кухней Все это вдоль пляжа Просто идете 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 Реально Вот так можно идти Там час Да И у вас все будет Где-то вот такие вот палатки Даже такси У них сразу же Какие-то там Палатки стоят Где они там предлагают Туры свои Такси Предлагают куда-то съездить Поэтому далеко ходить Не нужно Вот если вы Захотите брать К примеру Массаж тайский Пользоваться услугами Тайского массажиста В отеле То это может стоить Там в 2-3 раза Дороже Чем Нежели вот Как бы на улице Скажем так В отеле Ну типа Как бы у них есть лицензии Там сервис Там уровень Конечно же Я говорю про отели Там 4-5 звезд Если вы будете Брать Типа там на час То это будет стоить Ну 400-500 бат В среднем Если вы будете Значит Это дело брать в отеле То это будет стоить Ну как я уже говорю Там раза в 2-3 Дороже Это спокойно Просто спокойно Некоторые говорят Ой Там если брать Где-то на улице Там плохо Я с этим не согласен Потому что На самом деле Зависит от человека От мастера Да То есть можно Попасть на улице К дешевому Там тайскому мастеру Но они будут делать Прям супер Да И можно как бы И в отеле За большую цену Попасть к такому Что ого-го Плюс опять же У каждого там Человека Своя чувствительность Да Спины Каждому нужно свое У кого-то где-то здесь Болит У кого-то там болит У кого-то нигде не болит Можно гнуть как хочешь Реально все настолько Индивидуально Ну вот общая картина такая Также еще знаете Какой прикол Вот к примеру Когда люди приезжают Там и живут Даже в отеле Достаточно длительное время Одна, две, три, четыре Пять недель Конечно же нужно Постирочный сервис Какой-то Да Вы можете Естественно Стирать все это дело В отеле Но Опять же Вот вы только выходите Из отеля Прошли пять минут И у них сразу же Там везде висят объявления Типа постирочный сервис Ну типа Лондри, лондри, лондри И вот этот лондри Будет стоить Тоже в разы Дешевле Чем в отеле Поэтому имейте это в виду Спасибо за просмотр! Что значит представляет собой тайский массаж Вообще тайский массаж он не один Тайский массаж это как салат оливье Вы придете в одно место он будет там с говядиной В другое с колбасой Где-то у вас майонез Кто-то режет картошку квадратиками Кто-то я не знаю дольками В тайских массажах их там целый список Можно подразделять вот тайский массаж на такой как бы Тайский массаж мощный Когда вы ложитесь У вас там гнут Там ходят по вам И как бы Ну реально это может быть больновато Я как бы когда делал У меня потом еще спина болела Ну наверное не неделю Потому что там по мне ходили Топтались Мяли коленками Локтями Мяли абсолютно все Все тело Есть такие скажем Варианты лайтовые Это когда это больше там поглаживание Такое как бы легкое мятие Со всех сторон вас мнут Спину, ноги, руки, голову И есть как бы еще такие разновидности Что типа там арома Ароматические всякие Есть с маслом Есть с кокосовым маслом Есть как бы отдельно Массаж головы и рук Есть отдельно ног В целом такой комплекс разновидностей И в зависимости от массажного салона к салону Там вариации могут меняться Февральский Таиланд Хочется сравнить Ну вот мне именно с Арабскими Эмиратами Почему я сравниваю Дубай и Таиланд Момент первый Потому что эти две страны Где нам, русскоговорящим, русским Не нужна виза То есть если вы к примеру Едете на семейный отдых Хотите взять родителей С детьми То это очень удобно Вы не делаете никаких виз И до месяца Вы можете поехать что туда, что туда Не делая никаких виз Это классно? Да, классно Потому что если, к примеру, вы хотите зимой поехать в какой-то теплый край Ну это что там у нас может быть? К примеру, Майами Какой-нибудь Америка В Америку нужны визы, понятное дело Здесь не нужно Следующий момент Лететь Ну я живу в Москве И лететь из Москвы До Таиланда, грубо говоря, 9 часов До Дубая получается где-то 5 часов Разница во времени с Москвой незначительна Четыре часа Четыре часа Четыре часа Таиланд впереди Когда прилетаешь в Арабские Эмираты Ну, как правило, мы прилетаем в Дубай Когда прилетаешь в Дубай Дубайский аэропорт Ну, на мой взгляд, там, конечно, поцивильнее Все гораздо посерьезнее Здесь, в Таиланде Вот я прилетел на Пхукет В аэропорт международный И такой немножко хаос Да, было куча людей У нас самолет прилетел под 500 человек Боинг 777 Вот вся эта толпа Плюс еще какой-то самолет прилетел Была огромная очередь И реально в очереди нужно было простоять Ну, около двух часов И в то же самое время, ребята, имейте в виду Там есть отдельный такой проходик Где с детьми проходишь Там стоит, типа, там, паспортный контроль И они пытаются там немножечко вас развести на денежку То есть, можно пройти, скажем так, фасттрек, да Типа, быстро Просто к ним подойти Обойти эту очередь Дать им там за человека, грубо говоря, там, по 5 долларов Ну, еще как договоришься С ними можно договариваться, имейте в виду Дать им там денежку И они вас проведут быстро И вы пройдете за 15 минут 10-15 минут вы прошли И не будете стоять в очереди полтора-два часа Имейте это в виду Едем дальше Если в Таиланд брать тур, да, скажем так Через какую-то компанию То здесь, в Таиланде, вас, как правило, будет встречать групповой трансфер Там, типа, стоят такие автобусы Вы садитесь на автобус И в автобус пока вот всех У них там все это запись идет по листику Кого должны забрать они Вот, и пока, как бы, автобус всех не наберет Кто по листику записан Ну, тур оператора Они будут вас ждать У нас, как бы, тур И мы сели в автобус И мы в автобусе ждали еще где-то часа Часа полтора Наверное, мы ждали Если вы не хотите ждать Можно поехать на такси Если вы едете на автобус с организованным трансфером То автобус будет ехать и развозить всех по отелям Как правило, маршрут, ну, зависит от отеля Да, есть кого-то высаживают там через 30 минут Кого-то, вот как нас, мы ехали чуть ли не 2 часа То есть там 5 отелей было до нас Приезжаешь, каждого высаживают И потом, как бы, едешь дальше Если в аэропорту брать такси У них можно взять такой, типа, мини-бусик К примеру, если у вас едет компания Ну, допустим, 6 человек у вас едет Можно взять машину, куда влезут все 6 человек с багажом И если, к примеру, отель у вас находится Ну, грубо говоря, в часе езды от аэропорта Там час, час 30 Выйдет это вам на доллары Ну, ориентировочно где-то 100 бат Ориентировочно Опять же, я говорю, с ними можно договариваться Плюс, минус, там, со всеми можно разговаривать Та же история, если вы находитесь в отеле Да, если вы находитесь в отеле Сразу же вы вышли там за территорию отеля И у вас будет прям напичканы вот эти вот сервисы такси Ну, это как правило, да То есть, вот я говорю вот здесь про район Ну, и также у меня знакомые, где кто останавливались здесь в отелях Такси здесь куча вариантов И здесь, опять же, как договоришься Также в аэропорту можно купить местную сим-карту С интернетом, с трафиком Цены не помню, но недорого Все это недорого Я это не покупал Потому что нахожусь в основном на территории отеля Здесь ловит вай-фай И я как бы связываюсь по вай-фаю Еще есть какая тема Вот здесь можно, конечно же, арендовать виллу Есть куча компаний И также, вот мы приехали по туру Сразу же у нас был гид, да, в начале Который нам тут рассказывал всякие фишки местные Он сразу же сказал, что у него есть контакты людей Кто занимается там арендой Здесь, да, местные ребята и квартиры, и виллы Вот, все это тоже как бы есть Все это несложно в огромном количестве здесь Здесь очень популярна аренда всяких там мопедов Всякой такой фигни И, конечно, там все пользуются этими мопедами Но имейте вту, да, что водят они хреново И у них движение по левой стороне Мне рассказали, как тайцы получают права То есть у них это занимает буквально полтора часа Они приходят, сдают там какой-то элементарный тест Из разряда, на какой сигнал светофора можно проезжать И все, им выдали права, и ты уже можешь ездить Да, и у них на этих мопедах ездят все Абсолютно все То есть я видел, как через пальмовую рощу фигачила бабка Я не знаю, лет 60, наверное, на этом мопеде Без касок, просто там фигачит У нее тут какой-то сток сена сзади Ну, сами можете представить, как такие люди могут водить Имейте в виду, что если вдруг там упадете Если вдруг там поцарапаетесь А я таких историй знаю массу Ребята там падали или там врезались Или там что-то себе расцарапали, разодрали Медицина здесь, конечно, не дешевая Хотя такой момент, что принцесса, да Ну, а в Таиланде там есть король, принц там, да Есть принцесса Принцесса занимается здесь медициной Всей медициной в Таиланде И здесь за подделку лекарств Смертная кассия Здесь много всяких нюансов, за которые можно загреметь в тюрьму Поэтому почитайте Смертная кассия С какой темой здесь можно встретиться Есть фотографы Фотографы разводилы на пляжах, как правило Что значит разводилы? Значит, к примеру Вы идете, и к вам подходит фотограф и говорит Типа, о, давай я тебя сфотографирую И все такое И он потом говорит Ну, сколько это будет все стоить дело Сфоткал тебя И они тебе не дают фотографии, да Там сразу же Или там не перегружают А он тебе говорит Отель, да, типа там Что в отеле на ресепшн он там типа отдаст эти фотографии Или там, если ты, к примеру, приехал с туром через какую-то компанию То он говорит там Кто у тебя был гид Спросит там Он говорит, да, да, я знаю Я, говорит, типа передам с гидом Фотки тебе И как бы Ну, он тебе передаст Не ведитесь на это Если вдруг встретитесь Не ведитесь на такую тему Потому что это Развод Ничего Они потом не отдадут Они потом Могут пропасть Вот Имейте это в виду Продолжаем дальше сравнивать с Дубаем Да Пляжи мне в Таиланде Ну, данный пляж Мне нравится Значительно больше Чем эмиратский Потому что просто здесь Как бы Это чувствуется Что это натуральные джунгли Натуральный песок Натуральный пляж Цена на все это удовольствие Ну, вот я был в Арабских Эмиратах Ровно год назад Ценник в Арабских Эмиратах Реально был дороже И просто там Даже если В городе покупаешь Там Какие-то коктейли Если идешь в бар Или еще что-то В Арабских Эмиратах Ну, стабильно Просто в два раза Цена выше Погода Да На мой взгляд В январе Феврале Марте В Таиланде Погода лучше Здесь Вечером Ну, ночью Где-то 26 Днем Выше 30 31 32 33 И море Вообще класс По комфорту Очень комфортное Очень классное Такое теплое море Мне Определенно Климат Здесь нравится Больше В отелях Есть все То есть Сразу же при отелях Вам там будут давать Всякие там Книжонцы С их экскурсиями Поездками Путешествиями Я говорю Там Бесконечная От поездок В шопинг-молы До там Аренды Яхт Рыбалок Там Всяких Скуба Дайвингов При отелях Это дороже Если Вот я выхожу За отель Везде Сразу же Стоят Местные Которые Там У них Написано На Билбордах Там Такси У них Написано Туры Да И у них Это Как правило Дешевле Вот мы Сравнивали К примеру Поездка На ферму слонов А здесь Есть ферма слонов Детям Это все Дело Нравится Здесь В отеле Стоило Ровно В два раза Дороже То есть На четверых Человек За отелем Стоило Четыре тысячи Батт На два Умножайте Получите Рубли В отеле Это стоило Восемь тысяч Батт В отелях Также Если К примеру Вы хотите Там Снять Денежку Какую-то В отелях Вы можете Снять Банкомат У меня В отеле Три банкомата Ну как бы Берется Процент За снятие Процент Относительно Немаленький У меня Получилось Двести Батт За снятие Ребята Я ведь И веду Что Если В этом В деревнях Или еще Где Даже В магазинах Вы будете Что-то Покупать Для Тайцев Как бы Абсолютно Нормальное Дело Это вас Там Нагреть На Денежки Да Вот Даже Мороженое Будете Покупать И они Вместо Того Чтобы Дать вам Сдачу Четко Они Будут Говорить Что У них Там Не Хватает К примеру Каких-то День Вот Это В легкую Поэтому Если Что Вы Прям Прям Просите Ну конечно Там Деньги Здесь Я Не Встречался Но То Что Вот Они Будут Пытаться Там Развести На Какую То Небольшую Денежку Это Вообще Влег Четко Говорите Ну Так Выглядят Обычные Тайские Сувенированные Магазины Где Вы Можете Взять К примеру Улажняющее Масло Всякая Фигня Там Детские Товары Кружки Естественно Здесь Есть Всякие Типа Слоники Поделки Обезьянки Вот К примеру Слоник Да Такой Слоник Стоит 300 Бат То есть 600 Рублей В целом Недорого Все Отель Очень большая Территория Я не помню Чтобы я оставался В каких-то Отелях С территориями Похожего Размера И здесь В плане Активностей Есть Все Сразу же Возле Отеля Есть Мопеды Можно взять В аренду Здесь Есть Теннисные Корты Волейбольные Площадки Пляжный Волейбол Футбол На траве На настоящий Газончик Мини Футбол Стрельба Из лука Гольф Теннисный Стол Здесь есть Всякие Футболы Настольные Для детей Для взрослых Пул Пилатес Есть Куча 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 Продолжение следует В Таиланде просто огромное количество всякого рода достопримечательностей, поэтому скучать здесь не придется никому. И люди, которые приезжали в Таиланд, один раз они, как правило, сюда приезжают и второй, и третий, потому что им хочется посмотреть больше. Здесь есть и национальные парки, и, понятно, пляжи, и острова, и рыбалка, и всякие там ныряния, дайвинги, где можно посмотреть на риф, и фермы всякие со слонами, и джунгли, и храмы, где обезьяны есть, и там всякие там горки, аквапарки. Ну, то есть просто тьма всего, и ночные клубы, понятное дело. О ночных клубах, о ночной жизни здесь это вообще выпуски, я не знаю, в ютюбе их миллион. Что касается храмов, здесь буддизм, и здесь огромное количество буддистских храмов. Здесь, по-моему, их больше 30 тысяч. Сколько здесь монахов, вы тоже можете представить. Плюс заметил такой прикол еще. Рядом с многими домами, да, большими или там зданиями, или просто там где-то на дорогах, стоят маленькие домики. Мне стало интересно, что это за домики. Тайцы, многие, они верят в духов. И вот эти вот домики, это как бы домики для духов, и туда приносят какие-то подношения, типа там мелкой еды там какой-то, там чего-то. Понятное дело, что еду никто не съедает, ее потом просто выкидывают. Но это как бы, чтобы там задобрить духов. В Тайланде есть, конечно же, там и фермы со всякими там рептилиями. Типа там вараны, крокодилы, змеи, есть змеиные фермы всякие. Вот куда можно поехать посмотреть. Даже вот здесь у нас по территории отеля где-то лазит варан. Ну, небольшой, вот, но он там в кустах где-то лазит. Здесь на территории отеля, я был удивлен, скачивают белки. Здесь есть черные лебеди. Всяких там москитов, жучков, ну, здесь много. И особенно как бы вечерами покусать вас могут. Но у нас в отеле везде просто там в баре, в ресторане, любой там кафе, там все дела. Везде стоят эти аэрозоли, где можно попшикаться. Все буквально запшикиваются этой всей фигней. Поэтому как бы для меня не критично. Это вообще абсолютно не критично было. Апхукет это остров, да, на Таиланде. Но он связан с материком, дорогами. Да, то есть не надо ни на какие паромы пересаживаться и плыть. Где-то это все вы переезжаете по дорогам. Многие приезжают сюда за рыбалкой. Потому что здесь, ну, понятно, да, мы на острове. Рыбалка здесь развита. Там рыбалка, да, тут же приезжайте. У вас ресторанчики где-то уличные, где можно пожарить рыбу. На Пхукете, если вам интересны там ночные клубы, бары, то это Bangla Road. Посмотрите в интернете и можете туда как бы отправиться. Кто-то сразу же снимает там себе жилье, чтобы как бы тусоваться постоянно. Если для детей, то есть шоу «Фантазия». Это шоу слонов. Там большое шоу, плюс там рестораны, всякие там посиделки. Вот полдня вы там проведете. Ну и, конечно же, здесь куча всяких там шоу для взрослых. Будем их так называть. Ну, шоу для взрослых, это как бы уже вы взрослые ребята, поэтому можете посмотреть. Еще одна провинция или остров, будем его называть. Это Краби, да? Ну, провинция Краби. Там тоже куча отелей всяких, вот. Я бы назвал бы, что ли, это место уединенным его, конечно, не назовешь. Ну, у меня изначально более ассоциировалось оно как-то с таким вот уединенным отдыхом. Но там на самом деле тоже есть все. Поехав туда, вы можете именно как бы познакомиться с реальной жизнью тайцев. Одно из главных мест, курортных мест, называется Пхипхи. И там и гроты, и пещеры. Опять же, я говорю, там всякие скалы отвесные, рыбалка. Именно на Краби снимали фильм «Пляж» с участием Леонардо Ди Каплера. Можете себе по этому фильму представить, какие здесь пейзажи, да, какие здесь красивейшие бухты. Здесь же находится в Кукеттауне отель старый, где снимали пляж. Один из пляжей, Хуахин, он называется в Сиамском заливе. Его, скажем так, выбрала для себя королевская семья. И он является одним из старейших курортов Таиланда. Здесь, на Хуахине, находится летняя резиденция королевской семьи. А дворец, летняя резиденция, называется Клайкангвон. Он построен, он был в 20 веке, и сейчас там куча всякого рода мини-гостиниц, баров, отелей каких-то. Там можно остановиться и посмотреть все это дело. Еще один популярный остров, это остров Самуй. Он входит в состав архипелага, который образует порядка 80 островов. Этот остров Самуй, он популярен для семейного отдыха. Тоже супер красиво. Что там, что там, что там, будет красиво. Вопрос, как бы, кому что больше нравится. Еще я, как бы, не был, но читал. Есть, как бы, остров Панган. Для любителей тусовок на Пангане проходит так называемая full moon party. Вечеринка полнолуния, когда здесь собирается десятки тысяч людей, для того, чтобы, как бы, потусоваться. Если же мы говорим об экономичном отдыхе, это Паттайя. В плане цен, дешевизны, еды, вещей, всего-всего, Паттайя можно найти самые экономичные варианты. Паттайя, она славится еще на всю Азию, чем туризм для взрослых. Определенный минус Паттайи, то, что многим не нравятся пляжи. То есть, они, как бы, достаточно грязноватые. Но Бангкок, ребята, в Бангкоке есть все. Шопинг, бары, клубы, музеи, современные, несовременные, все, что хотите. Еще один остров, про который я хочу сказать, это остров Чанг. Ко Чанг. Первый момент. Это остров, который находится на границе с Камбоджей. Второй по величине. Сюда стараются не пускать застройщиков и промышленников, потому что весь остров это национальный парк. Остров полностью покрыт джунглями и горами. Здесь есть редкие виды растений и животных. Но если вам интересен дайвинг, скажем, да, то я рекомендую отправиться на остров Тао. Архипелаги Сурин и Симилиан. Разрешенка, навоз, 1 литр спиртного, блок сигарет. Ну, вообще, как бы, я рекомендую покупать, там, какие-то такие вещи в дьюти-фри. Потому что, если больше, то может быть конфискация или штраф. Ребята, я, конечно, настоятельно рекомендую сделать страховку перед выездом сюда. Потому что, ну, вы едете на отдых и неизвестно, как бы, да, там, какие-то активности у вас будут. Тот же самый, там, себе скутер или байк сняли. Где-то упали, поцарапались там, да. Ну, чтобы всегда можно было по страховке эти вопросы решить. Если вам интересна, как бы, цена, отель вот этот, то вы мне напишите. Я вам, как бы, уже расскажу, что во что мне вышло. Как бы, могу даже дать потом контакты компании, через которую я занимался всем этим делом. И могу сразу сказать, что мне вышло дешевле. Мы сравнивали с ребятами, чем нежели бронировать на букинге. Или нежели бронировать напрямую здесь. Играет музыка Играет музыка